Наня, погнали! Четверка, потом пятерка, четверка, сейчас студия, пятерка готовится. Студия. Добрый вечер, мы начинаем наш телемарафон. Он посвящен Дню Народного Единства и проходит под девизом «Народов много, Родина одна». В прямом эфире об истории и современности, а также о способности нашего народа объединяться и противостоять любым трудностям. Главная тема телемарафона – консолидация общества. Екатерина Колотовкина приезжает к нам в эфир сразу после встречи с президентом страны в Москве. Екатерина, жены героев – это действительно уже больше, чем проект. Это действительно такая большая армия поддержки. И комитет, и фонд – это то, что, ну, такое связующее звено, наверное, между фронтом и тылом. А как поддерживают сегодня самих жен, мам, в целом участников спецоперации? В Самарской области ведется огромнейшая социальная работа по помощи семьям военнослужащих. Это и фонд «Защитники Отечества», и наш комитет, да и в целом политика нашего правительства. Женщины в нашем регионе чувствуют себя комфортно. Соответственно, мужчины, которые выполняют боевые задачи, спокойно за свои семьи. Это очень важно. В гостях в студии телеканала «Губерния» участники спецоперации, представители общественных движений, волонтеры, историки и глава региона. Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Единства. Самарская область – многонациональный регион, и сейчас все на самом деле сплотились. В губернии есть чем гордиться, достижения в самых разных отраслях, и, конечно, все это благодаря людям. 4 ноября в Москве открылась международная выставка «Россия». На полгода территория ВДНХ стала проекцией страны. Все о Самарской области в 75-м павильоне. У нас на стенде можно увидеть даже запуск ракеты в космос. Региону есть чем удивить всех гостей главного – форума страны. Эта возможность появилась благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина. Замечательная идея, все регионы откликнулись, и все регионы, конечно, хотят и других посмотреть, но и себя показать. И, конечно же, много различных идей привлечения внимания к региону. Мы проведем конкурсы, разыграем наш автомобиль, ВАЗовский, естественно, будет розыгрыш автомобиля, будет розыгрыш поездки на Байконур, на запуск наших самарских ракет и много чего другого. Уверен, даже если вы хорошо знаете историю и географию нашего региона, хорошо знакомы с традициями нашей Самарской земли, вы что-то новое для себя там сможете открыть. В этом у меня нет никаких сомнений. Впрочем, не обошлось и для нас самих без сюрпризов. Уже после эфира Дмитрий Азаров наградил ведущую Татьяну Потоцкую почетным знаком губернатора за служение людям. Татьяна не раз была в командировках в зоне СВО. Результат – фильмы о работе бойцов за ленточкой и о жизни гражданских. Новый совместный проект с Екатериной Колотовкиной своими глазами вы уже можете посмотреть в наших социальных сетях. Там же есть запись и всего телемарафона. Субтитры создавал DimaTorzok